Друзья, приветствую вас на своем канале Майкер Си. Сегодня ко мне приехал вот такой вертолет VL-Toyce V912. Выпускается уже давно, модель популярная. У этого вертолета есть небольшая особенность. Бесколлекторный мотор. Давайте откроем его, посмотрим как он летает. Инструкция на английском языке. Да, китайский в придачу. Я уже откусил крепежные элементы. Вертолет выглядит очень симпатично. Есть светодиодик в носу. Мотор бесколлекторный. Два серого привода. Потому что этот вертолет четырехканальный. Он не умеет делать фигуры высшего пилотажа. Летать вниз лентом. Тем не менее, это добротная, надежная модель. Так, а как же вынимается аккумулятор здесь? Он вместе с регулятором скреплен стяжкой. То есть, заряжать нужно вместе с вертолетом. Ну ладно, ничего страшного. Аккумулятор здесь должен быть 800 мАч. Две банки 20С. В предыдущей модели, которая у меня была коллекторная, аккумулятор вынимался очень легко. Здесь вот такое спорное решение. В комплекте у нас зарядное устройство. Стандартное, недорогое, но вполне функциональное. Блок питания к нему, который выдает 800 мА. То есть, аккумулятор должен заряжаться за один час. Проверим. Передатчик тоже известный, очень удобный и надежный. Четыре аккумулятора формата 2А. Передатчик имеет протокол fly sky и можно управлять такими популярными моделями, как вертолет В-911, В-931 и любой моделью, имеющей этот протокол. Есть жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются движения стиков и положение тренеров. Также заряд аккумулятора и сигнал. У вертолета предыдущей модели с коллекторным мотором был выключатель питания. Похоже, что здесь его нету, поскольку токер здесь посерьезнее. Да, при подключении питания вертолет сразу подключается. С первого раза он у меня не законнектился. Возможно, нужно сначала включать модель, а потом передатчик. Включаем вертолет, включаем передатчик, движение стика. Да, все. Вертолет с коннекшенс передатчиком. Поднимать воздух его здесь я не буду. Это все-таки вертолет, а не квадрокоптер. Да, комплектация минимальная, но ее достаточно. Аккумулятор, зарядная, вертолет, передатчик. Давайте пойдем на улицу и посмотрим, как он летает. Работа мотора мягкая. Чуть-чуть приходится триммировать. Ветра сейчас почти нету. Ну вот, вроде он у нас висит. Ух, мощность чувствуется. По сравнению с коллекторным мотором, конечно, ух. Но если сравнивать с шестиканалками, с БК мотором, то у этого идет задержка реакции на стик газа. Я уже дал газ, а он только потом пошел. И так же сброс идет. Ну понятно, 4 канала. Есть кнопка Boost. То есть, если зажать вот эту кнопку, расходы еще увеличиваются. Давайте посмотрим. Сейчас я пролечу. Я летаю на высоких расходах, потому что на низких вообще он не летит. И вот сейчас летим и зажимаем кнопочку. Опа! Расход увеличился, и он пошел. Управляется адекватно. Посадка будет мягкой. Рекомендую всем, кто купит эту модель, вот эту кнопку сразу поменять на тумблер. Потому что в полете неудобно зажимать эту кнопку и одновременно управлять вертолетом. А вот если был бы тумблер, то на тройных расходах уже можно интересно летать. Это кнопка управления камерой. Правда, зачем она здесь нужна, я не знаю. Подсветка. И две кнопки пустые. Вертолет, вероятно, требует механического триммирования. Чтобы триммера не были в таком положении, нужно поиграться длиной тяг. И также можно заменить качалки на более длинные. Тогда тоже наклоны увеличатся. Ну, давайте еще полетаем. Конечно, модель интересная. Красивые полеты. Управлять им чуть-чуть сложнее, чем квадрокоптером. Но в этом и прелесть. Ух! Да, с газом надо поосторожнее. Мощность большая. Крутится практически на месте. Ну, как он рвет вверх? Ну, вот и все, наверное. Сажаем. Модель интересная. Я думаю, что, если вы ее купите, разочарованы не будете. Ну, а пока, всем до свидания. С вами был Майкер Си. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь моими видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok